Приветствую вас, я думаю, что ваша проблема, она достойна того, чтобы посмотреть на нее с нескольких точек зрения. Первая точка зрения на вашу проблему будет касаться того, что в целом у вас нет вот такого, знаете, безусловного принятия окружающих людей. То есть вы говорите, что мужчины примитивнее, да, то есть вы говорите, что я хочу притягивать мужчин, которые мне равны, но это лишь означает, что у вас как бы люди делятся. Есть те, кто ниже вас, есть те, кто равен вам и, соответственно, наверное, есть те, кто выше. И такая позиция, она не является конструктивной и располагающей к искренним, равноправным и доверительным отношениям, потому что даже если человек видит вашу симпатию, то он все равно как бы чувствует, что его принимают условно, да. То есть вот где погрань, что вот вы считаете, что мужчина ровнее вам, а потом он как-нибудь поступит, и вы посчитаете, что он примитивный, да. То есть это вот такая точка зрения, которая априори означает, что вы безусловно не принимаете окружающих людей. И скорее всего вы не принимаете сами себя, сами себя. Потому что, ну, как правило, если человек принимает сам себя, принимает свои недостатки, принимает свои несовершенства, вот, он принимает то самое из других людях. И если это происходит, то, ну, такие термины, как примитивный или равный, просто исчезают из лексикона человека за ненадобностью и заменяются таким более глобальным восприятием человека. Вот. Это первое. Второе. Второе. Это определенная выгода, которую вы получаете от своего поведения. Условно говоря, это то, что мой коллега, Кудрючев Игорь Леонидович, назвал сценарием. То есть это вот оно, то самое. Дело в том, что на языке, значит, профессиональной психотерапии, это означает, что вы избегаете близких отношений. На языке профессиональной терапии, это, профессиональная психотерапия, это означает, что вы имеете, вероятно, запрет на, вот, построение отношений. То есть вы притягиваете, точнее, даже не притягиваете, а вы как-то, может быть, взаимодействуете с такими мужчинами, которые вам не подходят, да, которые, ну, с которыми у вас не получается, с которыми вы не можете выстроить отношения. И это не случайная, на самом деле, на самом деле история, а возникает так, тогда, когда у человека есть, вот, так называемый сценарный запрет на построение отношений. То есть, это именно, вот, сценарный запрет. И работать здесь желательно именно в этом направлении, в направлении сценарного запрета. То есть, смотреть, как, условно говоря, вы, там, грубо говоря, пришли к, вот, к такой позиции. То есть, боитесь ли вы, там, к примеру, сближаться с мужчинами, да, или здесь что-то другое и так далее. То есть, это вот такой момент, тоже, тоже, на который вам желательно бы обратить свое самое пристальное внимание. Потому что, ну, не просто так, да, не просто так, вот, эта ситуация, она стала возможной для вас. Значит, с позиции профессиональной психотерапии, это выглядит, это выглядит вот так, примерно. Дальше. Значит, вы пишете о том, что не можете устроить свою личную жизнь. Здесь, мне кажется, также, также, желательно бы постараться определить, собственно, какое значение для вас имеет личная жизнь. То есть, почему вы хотите ее, вот, устроить. Речь здесь идет не о том, надо ли это делать или нет. А здесь речь идет именно о том, для чего это вам, зачем это вам. То есть, как бы, какое значение для вас, именно для вас это имеет. Это очень важная история, очень важный момент. Потому что, вполне вероятно, что вы придаете, ну, чрезмерно значение устройству личной жизни. Вот, ну, по крайней мере, такое бывает достаточно часто. Вот, и в этом случае, если, ну, в случае, если это действительно так, да, то нужно, вот, мотивацию вашу, вашу, вашу мотивированность устроить личную жизнь, немножечко снизить, чтобы вы не испытывали какого-то такого вот острого дискомфорта от невозможности это сделать. Следующий момент, который хочется вам раскрыть, это момент, связанный с тем, что для других мужчин, мужчин, которым вы нравитесь, вы не, как вы говорите, ну, вас не существует, как будто бы. Мне кажется, что связано это только с тем, значит, что в других мужчинах, мужчинах, которых, ну, которых вы считаете для себя, там, допустим, ценными, вот, вы видите себя, вы видите, что это связано с собой, со своими желаниями, со своими потребностями, со своими, может быть, мечтами, и так далее. То есть, это не аутентичное восприятие партнера, а это именно восприятие партнера через призму своих желаний. И здесь происходит, как бы, оценка человека. То есть, вот, подходит мне человек человек или нет. На бессознательном уровне другие люди, в том числе и мужчины, могут чувствовать, что вы воспринимаете их так, и, соответственно, ощущать вашу, ну, например, заинтересованность чрезмерную, и поэтому вас не замечают, потому что вы ведете себя, ну, к примеру, да, вот, к примеру, вы ведете себя просто недостаточно, например, уверенно, да, допустим, вот, вы ведете себя, к примеру, недостаточно естественно, допустим, 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 вот. И это все, безусловно, может влиять на то, что вас мужчины, условно говоря, не замещают. Я не хочу сказать вам, что это единственная проблема, да, я не хочу сказать, что решив ее, вы решите все проблемы, сразу нет. Но, тем не менее, это, мне кажется, очень важный момент. Далее, речь идет о женской модели поведения, то есть, речь идет о том, чтобы вы раскрыли себя, как женщина, то есть, чтобы вы проявили свою вот женственность, в том числе с мужчинами, вот. Ну и не только с ними, а вообще, и тем самым продемонстрировали бы, значит, потенциальным партнерам, какая вы женщина, чтобы, ну, мужчина мог увидеть, почувствовать, значит, подходите ли вы ему с точки зрения совместимости или нет. То есть, это вот такой момент. Следующий момент касается того, что общего между вами и мужчинами, может быть. То есть, вот конкретно, что общего может быть между вами и мужчиной. Что общего. То есть, на базе чего, собственно говоря, вы выстраиваете отношения. Именно на базе чего вы выстраиваете отношения. Это очень важный момент, потому что, если не отдавать себе в этом отсчет, в том, что между вами общего и, соответственно, как бы не уделять внимание фундаменту, на котором выстраиваются отношения, то, соответственно, ничего и не получится. Потому что, если вы мужчин воспринимаете только как мужчин, да, а не как людей, ну вот, то, естественно, вы пытаетесь перепрыгнуть сразу несколько ступеней развития отношений. И хорошего из этого ничего не получится. Понимаете? Поэтому, вот на эти все аспекты вам желательно бы обратить самое пристальное внимание. Потому что это очень важно. В целом, я бы сказал, что, вот так скажем, первое, на что вам желательно обратить внимание, это именно то, что вы сравниваете людей и вас люди дифференцируются по своей ценности, что на корню убивает идею равноправия и безусловности, необходимую для построения отношений. Мне кажется, что начинать нужно с ваших чувств, вот откуда вы и как пришли к тому, что мужчины именно примитивнее вас, для чего вы их притягиваете. То есть, возможно, вы пытаетесь подчеркнуть свое достоинство, свои ценности, в которых вы сомневаетесь. Вот. Вы говорите, что мужчины, которые равны вам, вас не замечают, опять же, что для вас это значит, и как бы они могли вас заметить. Вот это все нужно исследовать, Мария. Если вы действительно хотите построить отношения. Ну и женская модель, модель поведения, фундамент, в целом, это очень важно. Вот. То есть, это такой, знаете, вот, разносторонний подход получается у нас. Я не думаю, что здесь только все дело в сценарии, хотя и в нем, возможно, тоже. Но я думаю, что это такой, очень, эээ, совокупный, эээ, совокупность факторов сыграла роль. Вот. Так что, с точки зрения профессиональной психотерапии, вам можно ответить. Так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, доброго и удачи.